Буду петь ты, ты мой царь, спаситель мой, хвала тебе. Буду петь хвалу, все дни моей жизни. Я светом, укрепляй нас, укрепляй нас, мой Бог. Только за тобой, Иисус, сердцем всем моим, буду петь ты, ты мой царь, спаситель мой царь. Буду петь тебе, тебе я буду петь, Иисус, сердцем всем моим. О, тебе я буду петь, Иисус, буду петь тебе, тебе, Иисус, сердцем. Буду петь тебе, буду славить тебя, молить имя твое, и ты мой Бог. Ты скала моя, ты надежда моя, ты сила моя, ты прибежище мое. Уповаю на тебя, славлю я тебя, Иисус. О, давайте славить Бога, давайте славить Бога, Он великий. Халилюя, Господь! Мы будем петь тебе всю свою жизнь, Ты нам дал жизнь. И мы будем петь тебе, и мы будем славить тебя. Мы счастливый народ, Божий народ, Мы Божий народ. Есть на планете счастливый народ, Праведно с Богом в победе живет. В хаосе жизни Он, Господь, в песне, Мы поем Ему. Этим народом являемся мы, Бывшие узники мрака и тьмы. Божьими стали навеки детьми. Стали! Давайте славить Бога, Он великий. Давайте славить Бога, Он всем могущий. Но только будем славить так, Чтоб слышала вся земля. Для тех, кто славит Бога, Для нас на небо есть дорога. И по дороге в небеса Будем двигаться ты и я. Если во тьме жить устанет народ, Слово от Бога для жизни возьмет. Этот народ не узнает никто, Через год. Скоро изменится наша земля, Станет великаю Божья семья. Где Дух Святой, там свобода всегда. Давайте славить Бога, Давайте славить Бога. Но только будем славить так, Чтоб слышала вся земля. Для тех, кто славит Бога, Для нас на небо есть дорога. И по дороге в небеса Будем двигаться ты и я. И по дороге в небеса Будем двигаться ты и я. И по дороге в небеса Будем двигаться ты и я. Падароги, падароги, падароги в небеса Падароги, падароги, падароги в небеса Падароги, падароги, падароги Продолжение следует... 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 Я говорю, что это как-то, как Деву малония, но мы хотим посвятить тебе, Ольгуте, висок Бащныч'е Марьям Полис. И подъекоти таву, и таву кантрыбе, что ты, в основном, деки, что ты не палигаешь вешу патишь. Если ты будешь великий вешать, то это не будет. Потому что Девушка, который будет вешать, что ты будешь вешать. И если ты будешь вешать вешать, то не будет вешать вешать. Веседа я это пати мастаю, и поэтому я говорю тебе. И трокшту дарлабжу ищет Деву валу, потому что у меня есть конкретные мужчины, у тебя есть конкретные мужчины. И мы не можем нестовить, потому что если мы нестовим, то женщины лыгут неполисти, и их жизнь лыгут неполисти. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 ! Спасибо! ! ! Спасибо! ! 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 Ačiū! 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 Čia yra mūsų suvyru, kaip ir mes skaitėm Jūsų knygą pirmiausia! Мелес, памокас, мокенес, и вот, сейчас мы сейчас с вами. Это декинги, мы сейчас уже очень много книгой. А сейчас я буду калтас, так вот. Ачау. Я не считаю, что здесь будет такая швентя. Я сказал, что, как формат здесь будет, это будет рентгенец. Не, я сказал, что это ищет Алитов, ищет Вильния, ищет то, ищет то. О, чё кидах жмотов. Ольга ира ману мама. Когда я ей в 90-е годы, она мне прижиурило, глобало, ведет меня памперсу. И, каталикой турния парыгибе, палидетое. Та жмогус, kuris atistoja šalia и веда таве. Ольга ману веде. Уж то, что ассу дейкингас дейкингас даугам, но венас из тих жмониј ира Ольга. Ольга, ты дырбай Балтупију мокиклой мокитој и мес ланке мес таво помокоси. И, как ты бендрауји мокинейс, как ты ѕс бари, как ты ѕс ѕгдай. Та аш по то, дирбдамо су саво мокинейс, трпутији отпажинау, что аш таѕ, таѕ, элгиоси. И, дарыти, итака, китим жмонијмс гали тиктай, асменибе. Таи ман турбут нереќа пасакоти и сакити, ты ирпати, что ты еси асменибе. Не кеквенас асмой ира асменибе. Ту тари харизма, тари нуоширджијус ёсмус, тари лабај папраста ёсминті. И шите даликаји лабај даро итака китим жмонијм. Таи ира тиктай вена пусе. Ицядия, асменибе асменибе т �ague нуоширжа! Таат шиѓү трелдх съпта уто бутеart одnost поб Carиützenнас. Киѓт90 foss traction змонијум, котороеbе, та харизма, те ясмай, и наш мени где officially эдude MEM, иious мениб вед даречение, кођ годици бул однијдцем атмосфенде. Ааєті! Редактор субтитров А. 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 Корректор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Корректор субтитров А. Корректор субтитров А. Корректор А. Корректор субтитров А. Корректор 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 А. 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 Корректор А. 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 Спасибо. Žinot, kai skrenda paukščiai, jie skrenda va taip, rusiškai tai vadinasi klynam, trikampų tokių, ir pačioje pradžioje stovi vėdlys, paukštis, kuris priėma visą pasipriešinimą vėjo, tai yra labai sunki pozicija, nes vis duojat, kaip jie skrenda, kaip aukštai, koks vėjas, ir tas vėdlys turi viską atlaikytis, jis sulaiko visą tą srovę. Vėdlys, jis žino krypti, ir jis atsakingas už visus paukščius, už visą paukščių šeimą. O antroje eilė išsirikioja paukščiai, pagalbininkai, kad tai pasakyti, nes kažkurio momentu tas paukštis vėdlys pavarksta, ir jis skrenda į galą. Ir tada tas, kuris yra antroje pozicijoje, kažkas iš tų, kas yra antroje pozicijoje, išeina į priekį ir veda, kol ką įtis įsi. Ir žinot, ir kai jie skrenda pat tokiu kampu, tai ir greitis, greitesnis. Ir tiems, kas skrenda paskujos, jiems lengviau yra. Jie vieni tų pasipriešinimo negalėtų įveikti, jie vieni neturėtų tokio greičio. O pačiam gale, svarbiausiai paukščiai, nežinot, jų paskirtys yra kokia, kelti triukšmą, kad tas vėdlys neužmygtų. Jie karksies, jie dar ten kažkokius garsus, kvaksys, nežinau, ką jie darys. Ir jų yra svarbiausia užduotis kitaip, užmygstas, tapasme, tas vėdlys. Būna nutinka paukščiams tokie dalykai, kad vienas paukštis iš tos tiesiog, iš to skridimo tiesiog į šoną nuskrenda. Ir jam labai sunku sugrįžti, nes pasipriešinimas vėjų, jie skrenda greičiau, jis negali jų pasivyti jam per sunku yra. Tai va, ir žinot, yra tokia rusiška daina, aliudika ptis. Tai aš manau, kad mes tikrai taip skrendam. Ir aš linkiu, kad tu būtum tas stiprius didelis. Ir dar žinai, ko linkiu, kad tie, kuri antrojtoj vietoj stovi, kad jau būtų ko daugiau. O nes, žinot, jeigu dūpas, kui tave stovi, kampas toks, ir tiek tik į bažnyčią eina. Bet jeigu toj antroj pozicijoj bus jūva tiek, kampas bus toks, ir bus masę žmonių. Tiek, kiek mūsų širdys stelpins, tiek dievas surduos. Išlinkiu tokios bažnyčias, išlinkiu to stiprybės, to paukščio. Ir to antrą flangą turėtų stiprių. Ir kuo daugiau tų kelenčių turi aukšmą, kad neužmygti. Tai va. Ir čia buvo viskas, ką norėjusi pasakyti. Kad mes tikrai parodėtume dievo į tą gražų skridį, jo karalystė. Kad iš visur matytų tą mūsų skridį, žinot. Gerų greičių, vienybėje, gražiai. Ir mes čia gimė tą idėją taip, kad čia moteris turėjo būti, o paskui ir vyrai prisidėjo. Čia yra poras smulkmenų, kurie kalingos kiekvienui moteriai. Ir čia paukščiukas, kad nepamiršti to sužuomenas. Ir ten atvirutės su palinkėjimas. Išgal atvirutė tokia, aš labai, tokį mes trumpą čia parašym. Kadangi vis dėl tu tau kalba rusų yra prieširdies. Oly, radoistė mu prinoves teai, kigų virutė vėr mūsų ir galėjimas. Že man sü poribou nudėšė į draugėmą. Dėkite, kinkite, pat同ėjės su palinkės, eddės sei paskui daug ką darysikime. Спасибо. Олечка, поздравляем с днем рождения. Вы наш пастор, вы сейчас такому как мне меняете эти памперсы, ведете меня. Спасибо вам, мы вас очень любим с Аллочкой. Поздравляем вас с днем рождения. И Аллочкина мама тоже. Мама тоже, она еще прелесть. Спасибо. Не, не, не будешь. Не, не, я микрофон. Я не, 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 не. Мы можем пожелать, чтобы вы все таки. Да, я могу пожелать. Я могу пожелать. Поехали. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Паматай Мусу веяш паць Езус бус Мусу веяш паць Езус бус Мусу веяш паць Езус бус Паматай Мусу веяш паць Езус бус Dievas stato намус Dievas stato намус Dievas stato намus Настабиус Стато не ища кмэнну Стато ища геру жмоню Диево стату на мусну стабиус. Стату не ищу акмену, стату ищу герку жмониу, Диево стату на мусну стабиус. Ну о ланке и плитом стыкс, ну о ланке и плитом стыкс, Ну о ланке и плитом стыкс буз герой. Мусун выеёшь пацьейзус буз, напортной. Паматай Продолжение следует... 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 Аминь, аминь. Добавр гали, гали, я иду, тыки, гали, я иду, я иди, тыки, Виска гали, виска гали, сурегу ты гали, я иди, тыки, Виска гали, я иди, тыки, гали, я иду, ты гали, я иду, тыки, гали, я иду, я иду. Продолжение следует... 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 Я ищу двое, и теперь я знаю, что это ищет Деву, ищет жоджей. Не, не, не 10 лет. Не 10 лет ты гибели ласвей и Деву гибели. Я знаю, что они умерли, что они, которые они гибели на деме. И они гибели своими гибели на деме, когда они гибели на деме. Ну, а то, когда они ищут, они гибели. По том, когда я гріжу на нем, я просто говорю о демонсеточках, И вот такой причины, который я вспоминаю, два момента из-за первого момента. Первый момент – это было первое с первым моментом, В этом году мусор сринкем ввык в спорт манеже, и я присоединяю Ольгу, как она стояла на сцене. В селе было тысячи или пустые тысячи человек. Ну, манежу та селе, там солиукой стояла тогда. И они тогда говорили о паукоимах. Да. Потому что я так писал, что мне тогда говорили Деву. И он говорили очень простой. И он всегда говорили очень простой. И он сказал, что я так же, что я так делаю. А я пытаюсь снять дантскую пласту, чтобы не было денег. И Деву сказал мне, что я нормально делаю дантину. Я тебе дам, а я дам, а я позирую. ... ... ... «Аш турию келетку гражу сукнелию, а я боюсь нещути, гал нуси нещути, праситринс, а гал ликис памaksлоти, а першвенте не будешь кого-то ассиленкти». О Девос мне сказали, «Нещок, пощкис, бух гражи, рудик ману шлове, аж тал дар досю». Гал не отсимина та памaksла, аж я отсимину. Лабай герой. И когда, а когда это было, первые метки, первые лет мэнэси, «Ману идтикейму», «Гал порой мэнсикой» идтикейву, то жодис, аж таз истриго, kad «Галимо отсипалаидуати» «Дел Деву опрūpinиму», «Дел виско». Ир аш бутен присиминяю вот та памaksлавима, jos, прешта жмойнию меня, когда она истовида, «Девос шловей», отроду, «Тик ушпаваукоимус», bet čia labай сварбой жодис, «Ушпаваукоимус». Ир таза та бува, «Тас гивенимас», «Су Деву», «Тас тарнавимас». По то, ашу присиминяю «Дар вену моменту». Аш, tai buvo, gal, преш 20 ar 19 метų, tai buvo, аж зистово, «Kаледос». Tai buvo «Kаледос». Гал, кей-корей ищи жусу ten бува. Ир мандувам, ар Ольга ациминс тас «Kаледос». Оля, тав kalбу. Тас «Kаледос». Tai buvo Lietuvos Vėžbūtėje, ресторанė. «Ар tu atсимini tas «Kalедос»?» Mano brangioje. «Аш ту paškinsi, кодėl aš присiminiu tas «Kalедос». Ten buvo labai didžiulį salę išnumotą. Nežinau, pusė bagničius ten tikrai buvo, jeigu nedauguma. Buvo labai graži, labai ilga, nostabiai programa, nes mūsų bizinieriai tada labai, labai ruošiasi. Aš, kai jau į tą, reiškiai, pokylį, norėjau tik vieno, gražiai pasipušti, kad būtų kur nors išėjt. Tai va. Ir labai daug visko buvo. Moteris vakščios su nostabiom gražiom, su knelėm, kaip karalatės kokios. Nostabi buvo tikrai programai, ir dainavimai buvo, ir operos, dainininkai dainavo, ir šokių, iš scenos. Visko buvo. Ir ėjo, nežinu, valandą, dvi, trys, vos neį galą ėjo visas tas ringinys. Jo, beveik prieš pat galą. Ir man atrodo, kad tol ganit nebuvo tada programoje. Man atrodo, jis pasiprašė į sceną. Neprisimini. Tai jis išėjo, ir jis pasakė tokius žodžius. Mes dabar čia labai gražiai švenčiam. Dainuojam, šokam, rodam savę. Bet sako, aš nenoriu, kad mes iš čia išėjtumėt. Neatidavė dievų šlovį per visą tą renginį. Jis buvo vienintelis žmogus, kuris atkrėpė mūsų dėmitėje, ir padarė tai, paėmė gitarą, atsisėdo, pradėjo dainuoti dievui, ir jis buvo vienintelis jis tūksinčių žmonių, kuris tada būtent nukreipė į kitą, ir tada tikrai atėjo atgaiva, ir buvo tikrai tikra šventė. Jėzaus įmimo dieną susirinkom, ir jį net neprisiminėm. Kodėl aš tai prisiminiau, ir dabar sakau, ne dešimt metų tu gyveni su dievų ir devę. O ką pasakyti apie tos metus, kada tu buvai gyvenai nuodėmiai, aš net nenoriu sakyti atkritimę. Vienas dalykas, yra toks dalykas, kada žmogus atkrinta, jam nereikia dievo. Jis jau nenori, jis jau neprisimina, jam ir taip gerai. Bet aš tai žinom, kad kada jinai apsisvaigusi, ten kažkur vienu žodžiu leisdavo laiką, jinai skaitydavo Bibliją. Jinai išrašydavo tos eilūtės. Jinai gaudavo apriškimus. Tai nebuvo atkritimas. Aš pato pagalvoju, gal jinai turėjo ten pabūti, kad atvesti arvidą. Reikėjo ten pabūti, labai gerai susidraugauti su jo. O kaip kitaip tu jį atvestum? Nu, galbūt taip. Aš tai pagalvoju, man tokia mintis atėjo. Jo buvo narkotikai. Taip. Buvo narkotikai. Bet buvo. Jie buvo tik išoriškai. Bet ant olgus kūno. Buvo skilie. Bet dabar tos skilies nėra. Jinai man rodytų tą skilį. Labai ilgai neušgydavo, kur jinai leisdavo narkotikų. Bet dabar tos skilies nėra. Dievas pasirūpino. Buvo buvo alkoholis. Galbūt sigaretis. Dar galbūt paleistų vystė. Kitokis nuodėmis. Bet kartu, kada jis sakė, kad aš dešimt metų laisvėje gyvenu. Bet per tos metus, kurie buvo tame, taip sakant, atkritime, buvo mirties ryba. Buvo mirties. Jinai stovėjo ant mirties lenkščių. Galbūt jinai ne visim tai pasakojo, ne visi tai žino. Bet buvo trijų litrų slojikas pulių iš jos. Iš jos plaučių. Pažiūrėkite šiandieną ją. Dievo šlovė yra ant jos. Taip, kad ne dešimt metų ir ne tame gyvena. Ir kodėl pasakiau, kad kalbėti apie Dievą, kalbėdama apie Olga, aš supratau, galbūdama apie tos visus dalykus, kurios dabar sakau, apie tai, kad būna laikai. Kodėl Dievas daliai čia tos laikus? Ineigi nenuėjo nuo Dievo. O atėjo toks laikas, toks periodas. Mes žinom, kad jinai iš to periodo atvedė arvydą į bažnyčią. Ir noriu, kad tas žodis būdų pagodus žodis visiems, kas pergyvėna bausius laikus. Ir kad specialiai pasakiau tos du momentos apie tą skilį ir trius lojikų pulių, triu litrų slojiką pulių, kad tai neivos nemyri tada tikrai lygoniniai. Nepasakojau labai smulgi, kaip tai viską buvo. Kad gali būti laikai svarbiausiai, neprarasti Dievą. Tai yra svarbiausiai. Labai norėjau išmokti įlėrašti Ševčenko, pamokslininko, pastorių, bet susirgau, negalėjau išmokti, bet prisimėjau dūpaskutinius žodžius. Vėtai žyždė nam nečiau būršį tėrėti, eslė my patėrėlė bogą. Tai vat pasvarbiausiais dalykas, kad tu niekada neprarastavai Dievą. Reiškia, Dievas niekada, niekada nebuvo praradys tave. Tai vat. Ačiū labai. Ir Olga sėdėjo ir sakė, kad dėkoju, kad jinai liudėja už mane ir kad tikrai nuostabus liudėjimas. Ačiū labai. O dabar norėtume pakviesti pastorių mozę. Prašom pas. Kas? Galiorka sakė. Galiorka. Vyrai išprašau. Aš pirmas tada gerai. Labai džiaugiamės proga dargavę kartelį pasveikinti garsiai ir viešai. Čia, kai buvo tas eilėrašių kūrymas, mum pritrūko per tas penkias minutės laiko, bet mūsų komanda paskui du sukūrė ir galvojom, gal ir nebepaskaitysim, bet visgi matyti, paskaitysim. Tai va, buvo žodžiai džiaugsmas vaikai, palaiminimai ir balionai. Tai pirmas toks japoniškas eilėraštis. Vaikai jau priputė balionus, bet čia dar nepalaiminimai. Viešpats teikia džiaugsmą, tai daugiau nei balionai. Štai palaiminimas. O kitas, palaiminti mes esam kaip vaikai. Dėl tavo meilės, Olga mama. Balionai salė papošta ir džiaugsmas širdis muskutena. Tiesiog vidui pakilo toksai noras irgi viešai pasidalinti, matant kaip kiti sveikina tave. Tai yra, Olga, ne aukštinant žmogaus, bet tiesiog tokių dalykų, kad yra daiktai, kurios žmonės taip brangina ir vertina, kad jie yra tiesiog tik muzieiniai. Jie nėra naudojami. Yra, vat, už stiklo gražiai apšvesti ir, tarkim, arba kaip įrankiai desertiniai, kurie ten supakuoti gražiuose dėžutėse ir ištraukiami kartais, per kelis metus kartą, arba kaip tarybiniais laikais teko girdėti, kad viena šeima turėjo vieną kambarį, kuriam buvo pristatyta gražių baldų ir jie visi buvo celofanų užkloti, kad nieks ant jų nesėstų ir negadintų. O yra kiti daiktai, kurie yra naudojami ir kurios žmonės myli, be kurių negali. Tai, pavyzdžiui, asmeninis, koks nors vertingas, šratinukas, kurį labai kažkas mėgsta vien tik su jo rašo, arba podelis kažkoks, tai iš kurio gerio arbatą ar kavą. Ir tai va, aš noriu pasakyti, kad tu esi tas žmogus, prie kurio noris išlietis. Matosi tavo netobulumas, bet užtat tu leidi dievui tiekėti per save ir labai gerą šalia tavęs būti. Labai geras dalykas toks yra, kad bet kada galima paskambint tau ir sakyti, ne, bet, nu, neturiu su kuo nei pas ką pasimėlst. Ar galima pas tave užvažiuoti ir jį pasakys taip. Tai, nu, aš tikiu, kad viešpas nori iš kiekvieno iš mūsų, kad mes būtumėm ne tobuli, bet prieinami jam ir, vat, prieinami vienas kitam. Tai labai ačiū. Iš tiesų, mes, mes norim, ačiū dievui už olę mūsų, mes norėjom šitą prie visų, šitą, nu, palinkėti jį, pasveikinti jį, kad visi būtų palaiminti netinkinai. Ir iš tiesų, mes labai dėkingi už olę, nes mes esam šitoj bažnyčiojų penki metai ir dėka jos, kad jinai stovi, kad jinai meldžiasi, kad jinai ieško dievą, kad jinai myli dievą, tarnauja jam, dėka jos, mes einam į priekį, mes augame dvasioje, dvasiškai augame. Ir iš tiesų, ačiū dievui už ją. Ir iš tiesų, aš noriu palinkėti, kad dievas, jai duotų draugų iš dievo, iš jo, kad jai draugai būtų iš jo. Ir nes kai yra draugai iš jo, iš viešpatės, tie draugai, jie priima tave tokia, kokia tu esi, priima tavo visus, atleidžia už tavo trūkumus, galbūt tu kažką tai ne taip padarėjai, bet jie atleidžia, nes jie yra draugai iš viešpatės. Ir iš tiesų, noriu palinkėti, kad tu neieškotum draugų, kad tu lauktum iš jo, nes viešpats yra tau daug paruošęs. Tiesiog, myliek viešpatį, tarnauk jam, melskis, iš tiesų, dėka olės, aš pradėjau melsktis ir meldžiuosim. Ačiū dievui, žolė, ačiū dievui, stovėk, toliau tvirtai, nepajūdinamai. Ačiū dievui. Ačiū dievui. Ačiū dievui. Nu, daug gražių žodžių. Dievas jisai yra nuostabus, jisai veda visada, jis kažkur tai veda. Tas nebesėlis būna, žinot, ar ugnies tulpas kažkur į vietoj, bet pakyla ir kažką daugiau rodo. Taip, mes irgi su Rigita viešpatį svedimu papolėm į šitą bažnyčią. Viešpatį svedimu po penkių metų vis mus vėl pakėlė, bet visą ką aš mačiau tuos penkis metus. Tai Zajo 61 skyrius. Viešpatys dievų dvasia ant tavęs, nes viešpatį apie tavęs skelbti gerę žinę vargšams, įsiunti tave gydyti tų, kuriu širdys su dužusios, skelbti be laisėm išlaisinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą, skelbti viešpaties maloniais metus ir mūsų dievų keršto dieną pagosti visus liūdinčius. Ir aš paskutinį kartą prieš metus buvau ir po metų grįžęs pamačiau daug naujų veidų, daug naujų žmonių, kurių gyvenimai buvo atstatyti. Ir aš labai džiaugiuosi, matau dievo darbą, nes viešpatys dievų dvasia ant tavęs. Ir žmonės kyla. Labai džiugu matyti, kai išeina žmogus, kurio gyvenimas buvo sugriautas ir liūdė, kad viešpatys jį atstatė. Todėl, kad kažkas tai dabar su juo dirba, kažkas jam rodo. Labai džiugu ir aš atidaudu viešpačiui iš lovę, kad tu stovi, mes tai mylim. Ir dėkuojam viešpačiui už šitą bažnyčią. Amen. O dabar pažiūrėsim nuotraukas apie mūsų pastorę ar ją pasveikins jos vyrą Sarvydas. Ačiū. 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 Жените, какие этапы мы воспоминали? Когда она была с мамой, когда она была с мамой, когда она была в Гандрабуте, в Субащиосе, где Эдитя живет. Там была... Айдай, ну имк, айдай. Там была... Ашу вену жоджу, Тенас, с ее воспоминали, когда... Тенас, Тенас, галимо было гать кайфу. Ну, вену жоджу, галимо было гать неркотику. И она мне отидарила паху, киркшнюю отидарила. Неки не могла отидарить то далику, нес... Нес... Нес не могла, не могла бы мне это сделать. Она и померой отидарила. И ашу висимилею ее в том моменте, в котором она была. Ашу висимилею. Неркоману сказали, если открыл паху, открыл крышку гроба. Ну мне это паху, не в крышку гроба открылась. Мне открылась славу Божию. Потом прошло очень много времени. Ашу висимилею. Я много времени по то праэвэ, но я жил, что Девы... Ну, ашу не знал, ашу висимилею. Ашу висимилею, что человек мне подадо зажили, зажили, что это все меоли, что это все, что это действительно Девы. Нес ашу ащищею, яшкою пас то, но я не могла бы понять, куда это было. И ашу, когда, когда он был, и я висимил, и я висимил, Мне не было реабилитаций центра. Я был в доме реабилитаций центра. Места, что мы делали? Мы посининали и шликали Деву. И я очень рада тебе, я очень рада тебе, я очень рада тебе, я очень рада тебе, что ты сделал мне в жизни. Что это было сегодня, что ты делаешь типа изменили. Продолжение следует... ...токими женщинами, к нам, это очень сильно. Возвищем, что мы хотим, что это супер, что можно. Товуясь от вас очень рада тебе, что ты до этогоums виноват, что я не знаю, где я сам поделюсь, Пусть бегут неуклюжи пешеходы, лужама вода по асфальту рекой. И неясно, прохожий в этот день не похожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. С днем рождения поздравит и, наверное, Потому... Играет музыка А вот как этот ребенок Но hashtags о божосерске у chapter 1 Играет музыка А, я держи доATA Тихонского подруга anybody разве можно не любить тебя разве может быть с тобой мне грустно если рядом ты любовь моя ты для меня сама с Consultа ты для меня самая красивая ты для меня самая любимая ты для меня облака небесная ты для меня самая чудесная Ты для меня Богом предназначена Видел я во сне тебя такую А теперь любуюсь наяву Если рядом нет тебя, то я тоскую Ну а если рядом ты, то я живу Ты для меня самая любимая Ты для меня самая красивая Ты для меня самая счастливая Ты для меня облако небесное Ты для меня самая чудесная Ты для меня Богом предназначена Субтитры подогнал «Симон» Ты для меня самая любимая Ты для меня самая красивая Ты для меня самая счастливая Ты для меня облако небесное Ты для меня самая чудесная И для меня Богом предназначена. Продолжение следует... Какая-то русская? Чудо. Так что будем уже проповедовать без переводчика. Хорошо. Во-первых, я очень рад, как всегда, видеть вас. На самом деле. Я люблю нашу семью, которую Господь создал. И я очень рад, что из Алитоса приехали, из Марианполя, пострадали, с командой тоже приехали. Это знак единства, это знак любви. И видно, что мы вместе. И я этому очень рад. Да. То, что день рождения нашей сестры, мы все собрались. И я думаю, что мы будем продолжать в том же Духе. Да. В том же Духе дальше. Строя одну Божью семью и это единство вокруг Иисуса Христа. Так что спасибо вам, что вы приехали. И я хочу использовать это время, конечно, это такое дорогое время, потому что наш дорогой пастор, пастор Ольга, родился в этот день. И поэтому этот день очень дорогой для нас. Вот. Мне особенно. Поэтому я приехал. Так что я благодарю Бога, что мы с ними и с вами встретились. Это чудо Божие, которое я даже не могу объяснить. Может быть, поэтому и является чудом. Да. И я весьма благодарен Богу за это чудо. То, что уже пять лет, шестой уже пошел, как мы вместе двигаемся. И у нас это простота между нами. То есть нету такой вот начальника тут большого. Мы все вместе идем. И это хорошо. Эта неделя была... Конечно, я знаю, что обычно есть два момента в жизни человека. Когда всегда говорят хорошие вещи. Это день рождения человека. И потом... И на похороне. Даже если человек плохо делал, даже его ненавидели из-за каких-то вещей и так далее, то на похороне все равно этот человек был очень хороший. Вот так всегда. Но я хочу верить и буду надеяться то, что все хорошие слова, которые вы сегодня говорили на адрес пастора Олги, да. Чтобы это было всегда так, не только во время ее дня рождения. Чтобы мы всегда действительно говорили хорошие вещи, да. На адрес друг друга. Да. Я очень надеюсь, что мы так с вами будем жить. В этой церкви, которая Бог строит, которая называется Христос Полипимус. Что мы действительно всегда говорили хорошо друг о друге. Я знаю, что это трудно. Потому что трудно человеку не говорить плохо о каком-то другом. Это очень трудно. Чтобы не говорить плохо о каком-то. Да. Но я буду верить, что мы будем стараться. Не только на день рождения говорить хорошие вещи. А всегда. Будем пытаться это делать. Но эта неделя, она как-то печальная была. И я хочу использовать это время действительно. Я знаю, что она меня много раз спросила вместе с мужем. Праздновать этот день рождения или нет. Несколько раз. Я сказал, можно. Если это будет славу принести Богу, то, пожалуйста, можно. И на этом мы остановились, что это ради Иисуса. Это день рождения. И поэтому я хочу использовать этот момент. Вот просто сказать, что есть наша жизнь. Она очень непредсказуемая. Да. Непредсказуемая. И на самом деле она очень короткая. И поэтому, раз Господь уже собрал нас вокруг этого дня рождения, то я хотел бы сказать, чтобы мы больше полюбили Господа. Вот я смотрю, как мы все красиво одеты. И все хорошо, красиво выглядите. Чтобы это не было только на дне рождения. Да. Чтобы мы действительно влюбились в Боге, тесно жили с Ним, исполняя Его заповеди. Может, я уже вам сказал, почему я так говорю? Что я сразу не представляю ее с днем рождения. Я уже вам сказал, потому что мы сказали, что этот день рождения будет славой Иисуса. Ага. И они знают. Поэтому я пока что про Бога, про Иисуса говорю. А потом я поздравил ее. В этой неделе, было как-то чуть-чуть, ну не чуть-чуть, очень печально. Наверное, вторник. Да, вторник. Меня, нет, понедельник. Меня звонят из другого города знакомые люди, они тоже верующие. Сын молодой, ему где-то 30 лет. Я его хорошо знаю. И из этой церкви меня звонят, и попросили, чтобы я приехал. Этот же день, меня звонили утром на его похороны. И когда сказали, то есть меня разбудили, это звонок. И я был чуть-чуть рассеянный, потому что я его знаю. Но я помню, что да, он заболел там. Лежал в больнице, я посещаю его тоже. Но то, что он так уже умер, то я этого не ожидал. И они попросили, чтобы я приехал на его похороны. Они хотели, чтобы я говорил слово родным, которые там должны были собираться. Было трудно мне решиться туда ехать. Очень трудно. Я не люблю эти... Когда новость смерти, то мне сразу плохо. Особенно, когда я знаю человека. И поэтому меня как бы особо не хотела, то есть, ну, а как не ехать. Тем более, что они хотели, чтобы я говорил еще о Господе, родственникам. Я собрался, все такие. Я должен был приехать туда два часа. А мне до этого города где-то два часа ехать, ездить. И поэтому особо я не спешил. Вот. Я знаю, что я доеду во время. Ровно два часа должен был быть похороны, и я должен был быть там. Но когда я выехал на дороге, была авария. И там нельзя было ехать дальше. И пришлось нам стоять почти час, если не больше. Стояли. И я опоздал. Они меня звонили, где ты? Я говорю, что... Ну, я объяснил ситуацию. И они сказали, ну, как бы все во время, да. Ровно два, все должно быть. Я не сказал, ну, так... Я говорю, если уже невозможно, тогда я могу остаться в Минске. Они говорят, хорошо. По совету, говорит, хорошо, потому что все равно опоздаешь. Вот. А все там по заказу, все равно. И я поэтому не доехал туда. Остался. И на следующий день женщина приходит к нам. Она ходила по квартиру, да, собирает деньги. И она зашла к нам, чтобы деньги собрать. И мы... Что случилось? Это авария, которая была. Тот, который... Вот там четыре человека погибли в этой аварии. Вот тот день. И оказалось, что один из них из нашего подъезда. Из нашего подъезда. Это авария, из-за которой я не доехал. Там как бы близкий человек, и тоже здесь получается близкий человек. Мы живем в одном поезде. Вот. Ну, я узнал, что второе смерть этой неделе, еще следующий день. На третий день, третий день, меня звонили из дома. Один парень, когда я был, он родственник какой-то, да, не родственник, да. Когда я там был, даже его жена меня готовила, пишу. И я даже спросил, рецепт, потому что она очень вкусно готовила, пишу это. Понимаете? Молодая девушка, даже, то есть, двадцать чем-то там лет. И этот парень мне звонит, говорит, Моисей, моя жена умерла. Третья новость смерти, недели. И он, я говорю, а что случилось? Он говорит, я еще не знаю, она в больнице. Ну, лежит. Хорошо, когда узнаешь, так сообщить. В чем проблема? А потом вечером, то есть, через некоторое время, мне страшный брат звонит и говорит, ну, звонит, звонит, я не поднимаю трубку. То есть, он обычно звонит, и он хочет, чтобы я ему перезвонил, а я не хотел. Вот. Я подумал, ну, ладно, вечером я позвоню ему, раз он сам не хочет говорить. А вот вечером я взял, позвонил ему, а он мне говорит, а дочка, тетя наша, только что сегодня умерла. И потом он мне говорит, еще дочка нашего дядя, да, там еще кто-то из них тоже еще умерла. Все это не интересно. И я сижу и думаю, ну, что Бог этим хочет мне сказать. Это мне очень, да, понимаешь, в чем, что тут происходит. И я думаю, что вот это хорошее время. И я не собираюсь, как сказать, портить настроение, или это праздник, день рождения. Но я просто хочу, чтобы мы знали. Особенно те, которые, ну, вот так, отношение такое, не очень стараются ближе к Господу. Мы не знаем, когда мы уйдем из этой жизни. Никто это не знает. И хорошо было бы, дорогие мои, да. Праздник – это хорошо. Но наша жизнь – это путешествие. Вот сейчас мы закончим, и каждый поддома. И это путешествие, которое мы называем жизнью, продолжается. Продолжается. Родиться – это хорошо. Но как ты закончишь это путешествие, это еще гораздо важнее. Как ты закончишь это путешествие. Я имею в виду на земле. То, что эта жизнь продолжается после этой жизни, это дай аминь. Когда я говорю, как ты ее закончишь, я имею в виду здесь, на этой земле. Поэтому, используя время этого праздника, да, я еще просто, ну, как пастор, я еще слушатель, да. У меня сердце любви к людям. Поэтому Бог выбирает и дает откровения и так далее, чтобы помочь людям приближаться к Нему. И так, раз ты сюда пришел, чтобы ты знал, что наша жизнь, вот этот парень, например, который мне звонил, это родственник из дома, который говорит про жену. Когда я там был небольшой проект, они уже купили землю, начали строить с этой девочкой, да, все эти планы он мне рассказывал, рассказал и тогда. Ну, а теперь она все это оставила. Он остался один с этим планом. А вот, который из другого города в Белоруссии, меня по телефону, я не доехал туда, но на следующий день я позвонил, чтобы просто утешать их. И это его мама начала мне говорить, какие планы у сына, он оставил двое детей, деток, да, мальчик и девочка, ему 35 где-то. И какие планы, что он хотел там построить, какой дом, машину купить и так далее. А его уже нет. Поэтому мы все здесь с вами, люди, верующие, я хочу верить, давайте действительно будем любить Господа. Давайте не это самое, понимаешь, все эти наручные поведения, старания показать себе хорошим, красиво одеваться, улыбаться, они все наручные. Такие моменты, да. Главное, это наша внутренняя жизнь с Иисусом Христом. И пусть это будет дорого для каждого из вас. Понимаешь, я уже вам сказал, что я задал вопрос Господу, почему мне эта новость? Мне плохо, плохо, плохо от этой новости. Всякий раз мне сообщают. Я подумал, наверное, я скоро умру. Да. Понимаете, да. Потому что так, вот, 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 да. Ну, но меня, как бы, Господь тоже и утешил. Тебе этого бояться не надо, а быть ближе к мне. Аминь. Да. И сегодня я, используя дни рождения сестры нашей и дорогого пастора нашего, просто хочу напоминать всех нас, что хорошо нам родиться, но гораздо важнее, как мы проводим эту жизнь. Когда Арвидос говорил про свою жену, первый раз, ну, как она попала в точку, да. Ну, вы помните этот момент, да? Да, да. Да. И он говорит, что я, то есть, никто не мог это делать. Она могла, да. Ну, как бы, это, такое, как бы, негативная сторона, если смотреть на это, да. Как бы, и хорошо, да, то, что, ну, в миру так и получилось, как бы, и хорошо для такого образа жизни, там, да. Но для нас это, как бы, ну, как это, да, для Господа, да, вот. Но я тоже и видел, заметил, что, да, вот так и получилось. Но она с помощью Господа не оставила его в том же, она привела его еще к Богу, в церковь, да. То есть, я очень рад за это. Сегодня он поет, и он свидетельствует о Господу и так далее, да. Да, вот. Нашли друг друга там, но вот закончили у Господа. И я хочу сегодня сказать просто пастору, вот, это путь уже, по которому ты идешь. И не особо не сына этих словах людей, хорошие, хорошие слова, но все равно ты остается одной из Господов. Да, 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 да. И тебе надо просто дальше, тебе не то, что тебе, а вам вдвоем. Продолжать держаться со Господом, да. Продолжать держаться со Господом. Чтобы кончение было еще лучше, чем начало или этого дня рождения в вашей жизни, ваше путешествие за Господом. Многие люди, которые сегодня служат Господу, я бы сказал, что вы тоже поинтересовались историей служителей тоже, или верующих людей. Есть такие опытные, сильные, богатые служители, которые не удержались. Падали. Но Господь не хочет, чтобы наша жизнь так закончена. Красиво начинать и закончить внизу. Но мы можем держаться только благодаря нашей любви к Иисусу. Почему я говорю «любовь к Иисусу»? Потому что любовь привязает. Если у тебя будет сенсор в любви к Иисусу, тогда ты с Иисусом одно. Эта любовь привязает, и это будет хранить тебя. Так, теперь я хочу сказать, что я очень люблю пастора Ольги. Когда я сегодня выехал, больше уже пять часов на границе стоял, понимаете, и сижу, говорю. Ну, слава Богу, что пастор Ольга – это большой человек. Да. Даже если придется пять часов сидеть на границе, так, слава Богу, это Божий человек. И я начал молиться громко, да, чтобы Господь помог хотя бы на час увидеть вот этот момент. Да, так что я очень рад, что мы вместе с вами, и я очень рад, что ты родилась на этой земле. Но я еще очень рад, что ты родилась заново, то, что ты познала Господа. И для меня это самое важное. И то, что твое падение, твое падение тогда не напрасно, да, спасло тоже Арвидаса. И то, что вы вдвоем сегодня в церкви, в Господе, и идете вместе. То, что держите за Господом до конца. Да, принимайте хорошие слова на свой адрес, но не забудьте даже за Господом идти. За Господом идти. Так что я поздравляю. И я молюсь, чтобы твой день рождения был еще больше, естественно, на этой земле. Чтобы ты еще больше видел радостные дни, годы, да, радостное время в твоей жизни. Чтобы твоя жизнь действительно вот эта вторая, так сказать, я хочу сказать, второй подарок в твоей жизни, который Господь тебе дал, чтобы ты действительно, ну, дорожал этим. Да, дорожил этим. Чтобы, дорожила, да? Дорожила этим. Чтобы ты дальше, дальше за Господом шла. Служай Ему и народу, и тем, которые Господь будет привести в вашу жизнь. Кажется, что я уже все сказал. Остается только за тебя молиться. Но я тоже хочу поздравить сестру Юргиту. Да? У нее был день рождения. Вы как бы рядом с друг с другом. Да. У нее день рождения тоже недавно была. Так что, слава Богу, и я хочу попросить молиться за вас вдвоем. Да. Ну, нельзя ни молиться за вас. Я такой. По-другому не знаю. Да, приходится все равно молиться за них. Так что имейте терпение. Это всего лишь пять минут. Если, да, благослови их. И я дам микрофон. Юргита, пожалуйста. Вот. Слава Богу, что ты родилась в время, когда пастор родился. Родился, да. Пастор, пожалуйста. Да. Слава Богу за вас. И такие хорошенькие. Я такой счастливый пастор. Когда я был в Африке, она мне написала, говорит, что, пастор, мы тебя любим. Я говорю, ты меня любишь, слава Богу. Я говорю, действительно, ты меня любишь? Она говорит, да, это Оля. Она говорит, да, пастор, я тебя люблю. Я говорю, господь, спасибо. Я спрашиваю, адвидос, адвидос, ты не завидуешь? А он говорит, нет, пастор, слава Богу, что она тебя любит. Да, это чудо. Я очень рад, что, да. Может быть, я много страдал в этой жизни, поэтому Бог меня окружил, таких людей, которые меня любят. Так что, слава Богу. Так что мы будем молиться за вас. И действительно, мы очень рады, что вы есть, что вы служите Господу, и что ваш день рождения. Пожалуйста, давайте встанем помолиться за них. Господь, мы благодарим Тебе, мы славим Тебе. Спасибо за пастора Оргу, и спасибо за нашу сестру Юргиту, Господь. Я весьма благодарен Тебе, что они родились на этой земле, но еще, что они спасены Тобою. Что ты однажды их нашел, нашел, спас, и очистил, и очищает дальше. Спасибо. Я молюсь, чтобы из жизни была жизнь благословения для многих людей. Чтобы через их жизнь многие спаслись, приходили к спасению, к познанию Тебе. Но благослови их, Господь. Ты знаешь, в чем их желание, Господь. В чем их нужды, только ты знаешь. Я прошу Тебе, помоги, Господь. Помоги, помоги. Исполни эти нужды, Господь. Держи их, Господь, от падения. Держи, Господь, и до конца этого путешествия с Тобою. Мы их благословляем. И мы верим, Господь, что Твои ангели защищают их, Господь. Я молюсь, чтобы они видели еще добрые дни, добрые годы, Господь. Свои жизни на этой земле. Благословленные годы, Господь. Во имя Иисуса Христа. Благодать, благодать, благодать. Милост, милост, милост. Господь Твоя, пусть сопровождай их. Во всей жизни их. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я люблю тебя тоже. Теперь вам дам то, что у меня есть. Петр сказал, пенегу у меня нет. Он говорит то, что есть, то и вам даю. Благодать. Благодать. А, я забыл. У меня есть две вас. Поговорим вам, хорошо? Да, в чемодан, есть тут. И, это две тоже, пасту. Благодать. Благодать. Спасибо за просмотр. Хочу вам сказать, друзья, Господь написано, где двое или трое собранного имя Его, там Я посреди вас. Слава Богу, что здесь самый главный наш друг – это Господь Иисус Христос. Вот эти все цветы, все подарки, все прекрасные слова, которые сегодня сказали нашему пастору Оле, они на самом деле заслуженные, на самом деле это так. И это благодаря тому, что Господь Иисус Христос прежде всех времен задумал создать тебя, дорогая Оля. И Он говорит, если ты через реки пойдешь, ты не потонешь. Если горы перед тобой встанут, я их разрушу. Что бы ни было на твоем пути, я всегда с тобою. Я веду тебя за правую руку. Я люблю тебя. Ты жемчужина моя, дорогая. Доверяйся мне всегда. И я сделаю то, чего глаза твои еще не видели, уши твои не слышали, и сердце твое не знало. Доверяйся мне. И я все сделаю, что я наметил, потому что я создал тебя для великих дел. Ты моя. Амин. АПЛОДИСМЕНТЫ ИUC'Я примерно, мы решимireем скоро. Трепутин ту стелу постумсим и шонус, и тогда мы попробуем шокить. Да? Да. Волоняй, квидаем. Плесняйте. 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 Идите дай. И voluntайте. Плесняйте. Плесняйте. Продолжение следует... Aš ėjau keliais, aš ėjau kalnais Aš ėjau žemę, skrytau ir dangumi Dėl tamės, dėl tamės Tokio, kurioje iškojau visantos Aš jūtau tame, aš mačiau tame Aš aukiau tave, nevylio balsu Dėl tokio, dėl kurio Aš šitai tek norėjau visantos Dėl tamės galiu Skestį maldoje ir tam man dangų Amžinai nekest, dėl tam es galiu Skryst lengvais parnais Ir mylės galiu amžinai Amžinai Mes labai arti, mes labai toli Mes labai žemai, ach labai aukštai Bet pasitik, dar pasiruoškį lentį tą, kurios nebuvo dar Aš ėjau keliais, aš ėjau kalnais Aš ėjau žemės, skryptau ir dangumį Dėl tamės, dėl tavęs Tokio, kurioje iškojau visantos Dėl tamės galiu Skestį maldoje ir tam man dangų Amžinai nekest, dėl tamės galiu Skryst lengvais parnais Ir mylės galiu amžinai Amžinai Kviečiamis už šokių pašlovitį Ir aš padį Dėl tamės galiu Skestį maldoje Ir tam man dangų Amžinai nekest, dėl tamės galiu Skryst lengvais parnais Ir mylės galiu amžinai 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 Šitą dainą siunčiam sesim, kurios dar neištekėjo Ir vyram, kurie dar nevedė Daina apie aukso žėdelį Taigi pranašaujam, kad šiame jūs ištekėsit Arba jūs vesit, kas dar nevedė Jis viso pasaulio kelias jai nuskypti žadėjo O jai dėl reikėjo mažyčių snaigius žietų Į tūkstantį kartų vadino į saulę ir vėjų Jis viso pasaulio turtus domanot jai gamėjo Pagarsim fonuškę O jai dėl reikėjo žiedelio aukso spalvos Aukso žiedelis, aukso žiedelis Amžiam sujungia žirdis dviejų Mažas žiedelis, didelis kelias Per saugumus ir per džiausmus Maukėm dar jų Pagarsikėt, muzika bus draivas geresnis Jis lūpomis skaidinu kūnojo skvepint į rožę O jai dėl reikėjo kraštos tiems nuo širdyje Į plėšė jam dangų ir viso gyvenimo grožį O jis ten norėjo kas kartą rekėti tikrę O jis ten norėjo apsvainojo slūgų gaivos Jis jai pažadėjo gyvybę ir amžiai naroju O jai dėl reikėjo žiedelio aukso spalvos Mažas žiedelis, aukso žiedelis Amžiams sujungiai širdis dviejų Mažas žiedelis, didelis kelias Per saugumus ir per džiausmus Maukė dar jų Pagarsikėt, muške Kvepenčio ryto alėjoj, daužėsi širdys dviejų Jie apie meilę kalbėjo, pilnai straus bučinių Susigrautinės gričelis, pošės glamonių gaiva Sielas sujungiai širdys dviejų Mažas žiedelis, aukso žiedelis Amžiams sujungiai širdys dviejų Mažas žiedelis, didelis kelias Per saugumus ir per džiausmus Laukė dar jų Bučiuojasi šokusiai... Mažas žiedelis, turių Mažas žiedelis, turių Mažas žiedelis, turių Mažas žiedelis, turių B� OKRAMOS žiedelis щai dar taut koiau Mažas žiedelis, turių Neįžių Dar 빼ina Kaugiučkii Mažas žiū suppress Но ты меня нашла и крылья мне дала Моя Виктория, моя победа Моя Виктория, моя Виктория Моя любовь мне дарит время золотое А жизнь так коротка, но вот моя рука Я до конца пройду весь этот путь с тобой Моя Виктория, моя Виктория Моя любовь мне дарит время золотое А жизнь так коротка, но вот моя рука Я до конца пройду весь этот путь с тобой Моя Виктория, моя Виктория Моя любовь мне дарит время золотое А жизнь так коротка, но вот моя рука Моя Виктория, моя Виктория Моя любовь мне дарит время золотое А жизнь так коротка, но вот моя рука Я до конца пройду весь этот путь с тобой Моя любовь мне дарит время золотое 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok